Во имя Отца, Сына и Святаго Духа. Христос Воскресе! Во имя Воскресе! Сегодня, братья и сестры, в четвертую неделю по Пасхе вдруг неожиданно святые отцы предложили нам чтение не о каком-то событии пасхальном или послепасхальном в житии апостолов и жен мироносец, а предложили историю реальную, которая произошла в овчьей купеле задолго до крестных страданий Спасителя. Судя по тому, что нам повествовал в сегодняшнем чтении евангелист Иоанн Богослов, в самом начале чтения говорится, что Спаситель пришел на праздник иудейский, но при этом не говорит какой. Как правило, как говорят археологи и толковники, так назывался праздник Кущи, самый любимый среди иудеев. Но в то же время, по некоторым признакам, скорее всего, это была даже Пасха. И вот Господь приходит один, без апостолов, и идет в овчую купель. Особо отмеченное место еще со времен Неемии, когда построена, восстановлена была эта купель, предназначенная для омовения овец и ягнят. Это неглубокий был бассейн, огороженный галереями. Их было пять. Отличительной чертой этой купели, которую заметили иудеи, и вообще все приходящие в Иерусалим, грунт на дне этого бассейна был красноватой глины, и из-за этого красноватый цвет воды был. И когда тишина была, эта вода отстаивалась, как свидетельствовал об этом Евсевий Кисарийский, мы всегда задавались вопросом, когда читаем это Евангелие, как знали, что сошел ангел. Так вот, археологи по некоторым историческим документам свидетельства есть, что лежащие в этих галереях знали об этом, когда красная глина поднималась со дна и возмущалась вода, то есть в движение приходило, в то время как сам бассейн был тихий, и на нем не было волн от ветра. И это было знамением, что вода освещена ангелом, и первый, кто входил, получал исцеление. Возникает вопрос, а почему один? Это было знамением ветхозаветным того, что это не просто исцеление от целебной воды, как считали, кстати, римляне, которые потом построили рядом тоже бассейны для омовений и посвятили их Асклепию. А это было знамением для того, чтобы знали, что только для одного первого, самого усердного и будет исцеление, и дает его ангел, который освещает эту воду для омовения будущих жертв. Это тоже своего рода знамение, предзнаменование спасителевой жертвы. Как спаситель когда-то омылся в водах и орданских, а потом пошел на проповедь и жертву. Вот так же ягнят когда-то заводили вместе с овцами и баранами в эту купель, омывали, а потом ввели в соседние овчие врата в храмовой стене и заводили уже на жертвенник. И вот, братья и сестры, нам с вами предлагает Господь поучительную историю, а именно историю человека, который очень долго лежал в расслаблении. Что такое расслабленность, вам могут объяснить врачи, ваши знакомые, когда человек, таких немало до сего дня, лежит десятилетиями, не годами, не месяцами, а десятилетиями. И не пролежний, и плохой запах, а просто отсутствие даже сочувствия элементарного человеческого, вот что порой гнетет их. Родного лица человек не видит. Из евангельского текста мы знаем, этот человек в болезни был 38 лет. И вот к этому человеку сам Господь приходит. Как он пришел когда-то, без приглашения, предузнав о том, что единственный сын Наинской вдовы умер, сам пришел в город Наин и воскресил его. Также он пришел совершенно неожиданно для многих иудеев, и воскресил и Лазаря четверодневного, тогда, когда уже никто не ожидал, и стояли плачущие у гроба его. И вот здесь также Господь сам приходит в ознаменование того, что мы с вами, расслабленные духовными силами, получаем исцеление от него. Не по какому-то определенному действию людскому или за наши заслуги, а именно из милосердия и любви Божьей. Только по его милосердию неизреченному мы получаем исцеление и помощь в тот или иной момент. Но тогда, когда мы действительно это воспримем правильно. Видимо, этот человек расслабленно настрадался. Видимо, он пришел в ту меру, когда Господь именно его избрал из всех, кто был тогда у купели. И пришел и сам исцелил. И вот что происходит дальше? Он ему говорит, не делай чего-либо, чтобы не было тебе чего хуже. Не греши. И узнав о его имени, этот человек бежит и рассказывает иудеям, которые порицали его за то, что он в субботу взял одар свой и ходил. И вот часто у проповедников мы слышим, и даже у некоторых толкователей содержится такая мысль, что этот человек явился предателем. И что чуть ли не он тоже участвовал в суде над Спасителем и бил его в святые ланиты и говорил, про реки кто ударейте. Так вот, Иоанн Златоуст сказал следующее, когда толковал это Евангелие. Этот человек по наивности, по незнанию того, что происходит за границами овчьей купели, лежал 38 лет купели, он им радостно сообщил, что имя этого человека Иисус из Назарета, думая о том, что наконец-то прославит истинного пророка, который совершил такое великое чудо. И действительно трудно согласиться, не согласиться с Иоанном Златоустом. Этот человек так долго лежал, что от радости даже не подумал о том, что его добрые свидетельства о Иисусе Назаренене окажутся у некоторых на словах предательства. Вот так и у нас в жизни часто бывает. Мы говорим добрые слова и порой расхищаем себя духовно. Мы свидетельствуем чем-то, о чем нам хочется, неимоверно просто нет сил рассказать обязательно, а порой делаем больно другим людям. И вот в этом отрывке евангельском есть еще более серьезный смысл о нашей с вами нерассудительности и расслабленности, несмотря на то, что мы имеем силы для того, чтобы восстать от этого духовного возлежания у святых вод. Нам Господь не как ветхозаветным людям подает возможность время от времени увидеть движение воды и приобщиться к святыне, и омыться от грехов, и исцелиться от болезней. У нас все самые удивительные следствия, которые может дать Творец этой Вселенной, уже есть в Церкви. Начиная от даже простого помазания и святого хлеба на всеночные, и, конечно же, заканчивая самым святым таинством Евхаристии. Однако мы пребываем часто в расслаблении, и радость земная порой бывает нам ведущая ко грехам. И вот удивительно, мы находим у апостола Иуды в первой главе, если не ошибаюсь, в 44 стих, удивительное утверждение, он говорит, есть некоторые, которые обращают благодать Божию в распутство. Что это такое? Как это может благодать, ради которой мы столько проводим подвигов, порой постов, молитв, вдруг обратить в распутство, то есть в те или иные грехи, доводящие до греха блуда и тому подобных мерзостей. А вот 20 век проявил это очень хорошо, когда в празднике люди, маловерующие, порой считают, что праздник божественный разрешает совершить какой-то грех, как ему кажется, не очень тяжелый. Более того, даже появились гнусные традиции в советское время, когда считали, что даже страшные грехи, совершенные в Святую Седмицу, они не так тяжелые и легко прощаются, ну и уже не считаются такими тяжелыми. Есть же поверье, что кто умер на Пасху, тому все грехи прощены. Так вот, братья и сестры, то, что считается традицией просто людской, поверьте, иногда очень далеко отстоит от истинной божественной. Правда Божия – это неправда человеческая. И поэтому нам Господь через святых отцов предложил вот перед приполовением Пятидесятницы, когда мы уже прошли половину пути между Пасхой и Святым Днем Рождения Святой Церкви и праздником Святой Троицы, у апостолов уже накопился достаточно его последующий христиан опыт, и они знали, что в это время начинается расслабление у нас. Мы слишком увязаем в праздничном настроении. И вот поэтому нам Господь подает и чтению расслаблено, напоминая о том, чтобы мы не расслаблялись и собирались снова для того, чтобы по завершении Святых Дней Пятидесятницы мы снова вступили на обычную череду сугубого благочестия, ревности о Господе, поста и молитвы, и трудов. Только молитва и труд, как говорит знаменитая мудрая пословица русская, все перетрут. Так вот, братья и сестры, давайте с вами приложим усилия для того, чтобы не расслабляться. Призываемые самими богослужебными текстами, которые, начиная с грядущей среды, то есть при половине Пятидесятницы, все больше и больше начинают снова содержать пасхальных песнопений. Давайте сохраним эту радость во благочестии, в ревности о Господе, во внимании и любви друг к другу и, как апостол Павел призывал, забывая заднее, но стремясь в переднее, то есть забывая все грехи, которые, неудачи жизненные, которые были, но стремясь к новым духовным свершениям и благодати и милосердию Господнему. Аминь. Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе!